Сегодня должно было состояться первое заседание по делу Алтайкорма. В результате представители Россельхознадзора пришли, мы, журналисты, пришли, а вот представители Алтайкорма не явились. Заседание сорвали, следующее назначено на 19 июня. До мирового суда, как и до мира, участникам этого дурно пахнущего дела далеко. Вопросов к работе костного завода много, сейчас задавать их готов Россельхознадзор. Первое ведомство, чьи проверки довели Алтайкорм до суда. Его в Боровихе ждали 4 года. Все это время жаловались на жирообразную, с едким запахом жижу. Ее, по словам жителей, продолжают сливать прямо в лес. Но завод свою причастность отрицает. Практически чистое предприятие. Отходов производства у него официально вообще нет. Кто называет технический жир, кто называет просто биологический отход. Но вот этот продукт, он не учитывался ни в одной из систем. Речь идет о системе Меркурий. Приложение для контроля производства работающих с продукцией животного происхождения. Система Меркурий создана в 2018 году для повышения биологической и пищевой безопасности. Она показывает всю цепочку передвижения сырья и готовой продукции. На основе данных Меркурия оформляются электронные сертификаты. Предприятие не показывает в федеральной государственной системе прослеживаемости продукции, сколько продукции перерабатывается на предприятии и сколько продукции отгружается с предприятия. Получается, сырье на Алтайкорм приходит, а продукции отходов производства у него нет. Нет продукции, нет налогов, нет сертификатов. Вот и сейчас Алтайкорм сделал ход конем. Направил уведомление в Весслужбу Первомайского района о том, что добровольно останавливает работу. С 25-го числа никакой остановки не было. Они также работали. Как возили кости, так и возят. Уже сил никаких нет. Труба дымит, вонь неимоверная. Дышать нечем конкретно. Жители Боровихи определяют по запаху, что производство продукции не прекращается. Хотя на Алтайкорм открыты два административных дела, по одному из которых предусмотрены штрафы 700 тысяч и приостановка деятельности. Россельхознадзор направил материалы проверки в налоговую службу и АБЭП. А это уже грозит переходом дела в уголовно-правовую плоскость. Возможно, скоро станет ясно, кто крышует бизнес на костях.